Книга «Открытым оком», вопрос 4123, 30 том, тема «Будущее мира. Страшный суд». Многие люди верят сегодня в скорое окончание мировой истории и в то, что перед этим должно произойти. И обязательно ли о том всем говорить? Если это обязаны делать христиане, то как и что говорить это вкратце и обо всем нужном по этой теме? И что нужно делать, чтобы не попасться врагу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Написано уже немало на эту тему. Вкратце это можно выразить так. За три с половиной года, до второго и страшного пришествия Христа на землю, чтобы совершить окончательный суд, на земле будет единое царство со столицей в Иерусалиме, диктатура еврея-антихриста. А уж подробности не всякие вместит. Апостол Павел сказал об этом просто и ясно. В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. «Здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Тимофей, 3 глава с 1 по 5 стих, 4 глава с 3 по 4 стих. До высшей степени лукасства дошел идеолог обновленцев в вопросе о принятии ИНН, еретик Диакон Андрей Кураев, который успокаивает верующих. Мол, ну и что, пусть мы даже и примем три шестерки на лоб и на руку, ну и что, главное, чтобы мы Бога не предали, чтобы любили Бога. Кощурственное остроумие Кураева заходит так далеко, что он даже наставляет христиан при встрече с антихристом ответить «приятно познакомиться» и позволяет себе утверждать, что не боится Бог чисел и штрих-кодов, он не настолько пуглив, как некоторые бабушки и монахи. Такие безумные речи изливаются из-за его омраченной лукавой души. Но мы должны стойко следовать примеру святых отцов и не поддаваться этим речам обновленцев, превосшедших своим лукавцам даже бесов. Будем стараться, по словам апостола Павла, не внимать иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Титул 1, 14 по 16 стих. Зная предсказания святого апостола Павла и святых отцов о лукавстве нашего последнего времени, не приходится удивляться тому, как сильно изменилась изнутри русская православная церковь, стала совсем мирской, обновленческой. Жалко, однако, что все дошло уже до такой степени. Очевидно, что Господу противно, когда архиерея поощряет жидомасонскую систему глобализации и с гневом обрушивается на тех православных священников и простых людей, которые, желая спасти свои души, выступают против внедрения этой страшной системы в Россию. Красноречивым свидетельством обличения Господом безумия нынешних архиереев, защитников глобализации, стал тот факт, что когда Вологодский владыка Максимилиан во время воскресной службы проповеди гнева обличал противников ННН, называя их фанатиками и сектантами, то в этот самый момент с купола храма упал крест. Еще одно вразумительное свидетельство гнева Божия – это скоро постижная смерть архиепископа Евгения, возглавляемого Нижегородскую епархию. Будучи совершенно здоровым, архиепископ неожиданно умер в тот момент, когда он намеревался ехать в Дивеево, чтобы наказать монахинь, отказавшихся участвовать в переписи. В последние годы все еврейские газеты и журналы активно пишут о начале строительства Третьего Великого Иерусалимского храма. Арабы, естественно, сильно волнуются и возмущаются, потому что они в курсе того, что Третий Иерусалимский храм евреи намереваются построить на храмовой горе, где в настоящее время стоит одна из главных святынь мусульманского мира – мечеть Омара. Арабы знают, что евреи, прежде чем начать строительство своего Третьего Храма, намерены взорвать эту мечеть. В 2001 году иудейские раввины взошли на храмовую гору в сопровождении большого числа вооруженных еврейских солдат и осуществили закладку углового камня будущего Третьего Иерусалимского храма. В настоящее время территория, где находится храмовая гора, принадлежит арабам. Поэтому арабы очень сильно возмутились, возволновались, ожесточились и начали кидать камняня в сионистов и еврейских солдат. Те, в свою очередь, открыли огонь по безоружным арабам, и началась в Израиле очередная антифада, то есть война камней. А на самом деле истребление евреями безоружных арабов, потому что арабы горой стоят в защиту своей мечети и мешают евреям убрать ее. Еще за несколько лет дорешительных действий на храмовой горе жиды-масоны поняли, что мусульманский мир будет сильным препятствием и серьезной помехой для взрыва, мешающей им мечети. Для осуществления своей античеловеческой цели, захвата всемирной власти на земле, на протяжении многих веков жиды действовали очень подло, коварно, скрыто, часто чужими руками, чтобы оставаться незамеченными. Это их сущность, это их почерк. Так и на этот раз. Для того, чтобы подавить и уничтожить сопротивление арабско-мусульманского мира, жиды-масоны жаждут развязать войну против арабов, натравив их на другие могущественные державы. Для осуществления этой цели они прибегают к очень коварным методам. Например, с помощью взрыва двух небоскребов в Нью-Йорке настроили американский народ на войну с Ираком. И в этот раз жиды-масоны действовали не своими руками, а руками американских солдат, поскольку простые американцы для масонов такие же гои, как и другие народы. А все жидовские СМИ, телевидения, газеты, журналы стараются обмануть народы всего мира, преподнося свою наглую ложь, запутанную и непонятную. Жиды-масоны запутывают, мутят весь мир, изливая по телевидению и по радио свою ложь, чтобы никто не догадался об истинном смысле происходящего. А мы именно о том, что все эти бесчеловечные по своей жестокости террористические акты в различных странах мира заказывают они сами, руками исполнителей чернорабочих, осуществляют свои сатанинские цели. В России первым о существовании жиды-масонства написал Сергей Нилус, который в начале 20 века опубликовал свои книги «Близ есть в преддверях. Знаменитые протоколы сионских мудрецов». И до настоящего времени это наиболее глубокая книга, раскрывающая сущность масонства. Но издавна она небольшим тиражом и доступна только православным читателям. И современных священников и православных публицистов мало кто из них говорит и пишет о масонстве настолько глубоко, как это делал Нилус. Но зато находящиеся в их руках радио и телевидение или не говорят о существовании жиды-масонства ни одного слова, как будто его не существует, а если и говорят, то преподносят его как нечто таинственное, загадочное и интересное. Поэтому доверчивый народ или совсем не верит в существование масонства, или имеет о нем весьма смутное представление. А уж то, каким подлыми и коварными методами действуют жены-масоны для достижения своих целей, сталкивая между собой целые народы, к тому же делают они своими руками, в это трудно поверить нормальному, воспитанному, доброму человеку. Под видом борьбы с международным тиранизмом они надеются ускорить введение электронных паспортов, чипов, и самих чипов, вводимых под кожу, на лоб и на руку каждому человеку. Микрочипы, которые будут вначале вмонтированы в паспорт, уже в большом количестве изготавливаются многими компаниями в США, Бельгии, Англии, Франции, Германии, Израиле. Обнаружив, идентифицируя человека, где бы то он ни находился, по закодированному в микрочипе идентификационному номеру, космические спутники создадут глобальную базу для всемирного электронного концлагеря. Эту систему электронного контроля и управления народами через микрочипы, спутниковую связь и главный компьютер-зверь ее создателек ощутственно называет цифровой ангел. Почему же Господь попустил этот страшный электронный концлагерь? Потому что почти все народы отвратились от истинного Бога, предались страшным смертным грехам, не веря, что Господь видит и знает каждый шаг и даже каждое намерение человека. И не верят люди в то, что каждому из них дан от Господа ангел-хранитель, который видит и знает все о человеке и сильно плачет о тех, кто страшно грешит и не кается. Люди, которые не хотели жить по правде Божией, искали подмену истины Божией и сами себе ее придумали. Вот и в данном случае, раз нет страха Божия у народов, раз безбоязненно грешат люди страшными смертными грехами, не веря, что Богу и ангелам известно все о каждом человеке, то взамен веры и повиновения всевидящему Богу будут люди находиться под контролем сатаны и антихриста и им повиноваться. К такому всемирному господству на всеми странами и народами стремились жидомасоны уже с давних времен и постепенно добиваясь своей цели при помощи бесчисленных подлостей, обмана и коварства, чаще всего чужими руками. И так как больше всего они ненавидели Христа и православную веру, то всегда больше всего вели именно борьбу с православием. Наконец они уже почти достигли своей сумасбродной цели. Осталось совсем немного, чтобы осуществить ее до конца, то есть совершить в Иерусалиме воцарение своего господина и лжемессии антихриста и всех до единого запечатлеть антихристовой страшной печатью, чипами под кожу и на лоб и на правую руку. И если в древние времена масоны еще не знали о том, каким образом им будет дана сатановая возможность контролировать народы и управлять ими, то сейчас они уже знают это при помощи электронной спутниковой системной главного компьютера «Зверь в Брусселе» и микрочипов. Все события ясны и отчетливо показывают, что осталось несколько лет до воцарения антихриста и второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа и его страшного суда. Тем не менее, распространено мнение, а у многих даже уверенность в том, что в России будет расцвет православия и будет в России православный царь. И для более убедительного доказательства того мнения приводятся в современных православных книгах слова святых отцов о будущем России. Но давайте посмотрим, кто в наше время более всего любит говорить о расцвете православия в России. Больше всего говорят об этом обновленцы, священники и архиереи, то есть те, как мы уже отмечали, совершенно кто утратил духовное разумение из своего льстивого лукавства. Те, кто придумал и создал внутри православной церкви новое, удобное, мирское православие. Те, кто внушает вновь обращенным православным, что ИНН принимать можно, электронные пластиковые паспорта получать можно, то есть те, кто примут антихриста. Мало того, что они утверждают, что восстанет Россия и будет в ней расцвет православия, но и плюс к этому они говорят, что расцвет этот будет на тысячи лет. Есть, правда, и другое мнение, что расцвет православия в России будет лишь на короткое время. Да, святые отцы, жившие в прошлые века и в наше время, в своих пророчествах действительно говорили о том, что незадолго до воцарения антихриста будет расцвет православия в России, а также будет в России православный царь, тоже на очень короткое время, но в том случае, если народ русский покается. Имеется в виду всеобщее покаяние, покаяние прежде всего в церкви, то есть архиереев и священников. Нам необходимо всеобщее нравственное очищение, всенародное глубокое покаяние, перемену нравов языческих на христианские, очистимся омой, слезами покаяния, примиримся с Богом. Обращался к людям святой, праведным и отец Иоанн Кронштадтский. Несомненно, что все отпавшие от веры и церкви русские разобьются, как линьи горшки, если не обратятся и не покаятся. Другой великий русский светильник, святитель Тихон, патриарх Московский, так писал о возможности возрождения православия в России. Все чаще и чаще раздаются голоса, что только чудо может спасти Россию. Верно слово и всякого приятия достойно, что силен Бог спасти погибающую Родину нашу. Но достойны ли мы этой милости Божией, того, чтобы над нами было сотворено чудо? Грех растил нашу землю, расслабил духовную телесную мощь русских людей. Грех помрачил наш народный разум. Отложитесь житейские заботы и спешите в Божьи храмы, чтобы восплакать перед Господом о грехах своих. Когда обновленческие архиереи и священники приводят слова святых о расцвете православия в России, они сознательно умалчивают о самом главном, о том, что святые отцы говорили, что расцвет будет в том случае только, если родский народ покается. Без покаяния народа и церкви расцвета в православии быть не может. Почему же эти лстивые мудрствователи, современные обновленческие архиереи и священники, упускают эти основные по смыслу слова святых и раздувают миф о расцвете православия в России и о православном русском царе? А для того, чтобы усыпить бдительность русского народа, чтобы все поверили, что в России будет расцвет православия, чтобы спокойно восприяли новую обновленческую церковь в СНН, электронными паспортами, чтобы заглушить в душах человеческих чувства, что времени жизни на земле осталось очень мало, всего несколько лет, что по попущению Божию все события очень быстро движутся к воцарению Антихриста. Нашим обновленцам не хочется расставаться с этой сладкоземной жизнью, которую они создали, в которой есть все мирские, материалистические блага, шикарные квартиры, дачи, роскошные иностранные машины, видеоаппаратура, вкусная пища, много денег и тому подобное и так далее. Не хочется им поверить в то, что земная жизнь человечества уже подошла к концу. Посмотрите, кто создает эти так называемые монархические общества и монархические движения. Опять-таки те же враги православия, что раздувает идеи о тысячелетнем или кратковременном расцвете православия в России, то и жиды-масоны. Они сознательно раздувают миф о расцвете православия в России. Русские люди доверчивые и наивные верят в этот миф, потому что не хотят каяться в своих грехах, а надеются перевернуть развращенную Россию и таким легким путем без покаяния воссоздать православие в России и восстановить в ней царскую власть, посадив на престол долгожданного русского царя. А когда придет и воцарится Антихрист, то тогда обновленческие архиереи и священники будут всем говорить «Вот он, ваш царь и бог», и люди будут уже готовы принять этого царя. Для этого и нужно масонам раздувать пророчества, что в России снова будет царская власть. Для того, чтобы люди поскорее восприняли бы всемирного царя, то есть Антихриста, и его всемирную религию, о которой предупреждали многие святые, а в наше время наиболее ярко писал о ней в своих трудах отец Серафим Роуз. Если сопоставим все события, происходящие в современном ужасном мире с толкованиями обновленческих священников о расцвете православия, с одной стороны, и с пророчествами преподобного Серафима о судьбах России, с другой, то станет совершенно очевидно, что миф о расцвете православия в России действительно только миф, ибо признаков возрождения нет. А все страшные, потрясающие душу православного человека события в мире совпадают с предсказаниями преподобного Серафима и других святых отцов. Так еще в XIX веке святитель Игнатий Брянчанинов с болью, сокрушением писал о судьбах православия в России и во всем мире. Нет куда ожидать восстановления христианства. Сосуды Святого Духа иссякли окончательно повсюду. Даже в монастырях эти сокровища благочестия и благодати. Судя по духу времени и брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется давно, поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостоять. Говоря о расцвете православия, обновленческие богословы и священники имеют в виду, конечно, расцвет лукавого обмерщенного обновленческого православия, идущего в ногу с духом нашего страшного времени навстречу близ грядущему богомерзкому антихристу и его печати. О расцвете истинного православия говорить не приходится, потому что нет в народе глубокого слезного покаяния. Плачу о своих грехах, как писали об этом святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский и другие святые отцы и старцы. Более наблюдается стремление не к покаянию и молитве, к ревности о правде Божией, а к удобному, комфортабельному, облегченному, лукавому православию. Да, Господь милостив, но беззакония человечества настолько страшны, настолько люди себя жутко ведут, что вряд ли Господь пощадит. Вот сейчас и рак бомбят. Чем это кончится, никто не знает, но мы православные знаем, что оттуда развяжется война, огромная война. Продлит ли Господь время, когда сатанисты воруют маленьких детей и взрослых для того, чтобы принести их в жертву в сатане, мучает их на жертвенниках в городе и во многих подвалах. Ведь люди сейчас живут, никто особо никуда не суется. Да и там офисы все закрыты с охраной. Кто там в подвалах? Что там под видом офисов? Известно только, что в России пропадают ежегодно десятки людей. Бесследно, без вести вообще истяжают. Куда? Никто ничего не знает. Никакого следствия не ведется. Остается догадываться нам, православным. Воруют сатанисты, чтобы издеваться над своих жертвенниках, кровь пускать. Воруют людей, в рабство продают другие страны. Несколько статей об этом, о рабстве, о существующей продаже людей за границу было в журнале «Русский дом». О том, как человек очнулся в другой стране, в Турции, например, и только и мог вспомнить, что вот он шел по Москве, подъехала машина, Рафик, ему заткнули рот, укололи и все. Очнулся в Турции. Говорят, вот теперь ты здесь живешь, в публичном доме, тут твое место. И таких статей было немало. Известно также, что в Москве и других крупных городах есть пункты накопителей для маленьких детей, которых воруют и затем отправляют за рубеж. По оперативным данным, из России и за границу идут целые суда, в трюмах которых приводятся дети. Потом их продают различным извращенцам в публичные дома, используют для проведения жутких опытов, вырезают у них внутренние органы для трансплантации их жидами-миллионерами. Для чего, до чего же дошло человечество? Вот, например, в Чечне снимали на видеокамеру, как чеченцы отрывают руки, ноги русским солдатам, отрезают головы. Все это снимают на пленку, а показывают такие фильмы. В последние годы самые популярные на черном рынке фильмы как насилуют пятилетних девушек. Потом их душат, все это снимают на видеокамеру, продают такие фильмы для домашнего просмотра. Даже в глухих деревнях бабушки находят шприцы в траве. Наркомания очень сильно распространилась среди людей сатанизм, колдовство, чародейство, разные виды магии и прочая бесобщина, которые являются самыми страшными грехами и мерзостью перед Богом. Как писал Иоанн Кронштадтский, кто живет в согласии с законом Божиим, тот легко увидит время прихода Антихриста. А кто живет жизнью мирской, у того ум связан с заботами земные, тот не увидит. Для полной подготовки воцарения Антихриста в Иерусалиме осталось довершить немногое. Первое. Всем навязать цифровое имя, данное Антихристовой ижедомасонской властью, и ННН электронные паспорта. Второе. Все, кто откажется добровольно, принять печать Антихриста, изолировать от общей массы народа, то есть сослать в лагеря. Третье. Взорвать мусульманскую мечеть Амара для построения на ее месте третьего Иерусалимского храма. Четвертое. Уничтожить мусульманско-арабское сопротивление жидам, всячески препятствующим уничтожению мечети Амара. Пятое. Построить на том месте, где расположена сейчас мечеть Амара, третий Иерусалимский храм, в котором будут происходить воцарения Антихриста. Многовековая борьба жидамасонского мирового правительства с православием подошла к концу, и воцарение Мышааха лжи-мессии Антихриста уже совсем близко. Это следует из того, каким быстрыми темпами спешат слуги Антихриста выдать их поскорее всем новые электронные паспорта с чипами, а затем и сами чипы вживить под кожу всему человечеству. Планы жидамасонского правительства целиком совпадают с требованиями и намерениями самого Антихриста. Многие святые отцы, писавшие о своих пророчествах, о событиях последнего Антихристового времени, как и современные нам старцы, в том числе преподобные Кукша, Амфилохии, Лаврентий Черниговский и Сталец, еще недавно живший с нами схимон и ироним Санксарийский, говорили, что перед самым воцарением Антихриста и вне его царствия три с половиной года будет голод по всей земле, но тех, кто до конца сохранит верность Господу Иисусу Христу, Господь не оставит. И те, кто не примет печати Антихриста, будут насыщаться благодатью Божией, маленькой тисчичкой просфоры, глотком святой воды на весь день. Поэтому, дорогие верные чадо Божие, братья и сестры во Христе, нам нечего и некого бояться, а наоборот, вооружившись верой, нам до конца оставаться верными нашему Господу Иисусу Христу и не принимать проклятые печати Антихриста, если даже придется пострадать за Господа, только спасти бы свою душу. Надо помнить, что Господь не оставит своих верных чад без благодатного укрепления Своей всемогущей помощи. Святые в своих пророчествах пишут, что после воцарения Антихриста на престол Иерусалевском храме о нем узнают все народы. Это, возможно, стало в наше время при помощи телевидении и спутниковой связи. Но недолго будет царствовать Он на земле всего три с половиной года, а затем явится Сам Господь Иисус Христос на землю перед всеми народами. Духом Своим убьет этого наглого обостителя и самозванца Антихриста и совершит свой справедливый суд, страшный суд над всеми народами. Я пишу эти строки не для всех православных, не для тех, кто по своему маловерию и лукавству по желанию жить на земле удобно, не хотят терпеть никаких лишений и страданий за веру Христова. Не для тех, кто избрал для себя этих новых обновленческих священников, льстивых и лукавых лжеучителей, о которых говорил апостол Павел в своем послании к Тимофею, что в последние времена будут они самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, предатели, наглые, напыщенные, более столстолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих, 4 глава, с 3 по 4 стих. Они избрали для себя весьма удобное для плоти стивое православие, которое лжи выучит, что ННН, электронные паспорта, чипы, ничего общего не имеет с печати Антихриста, и все это можно принять. А я пишу эти строки для тех, кто по своей искренности чувствует, понимает, что ННН, пластиковые паспорта, чипы принимать опасно, смертейно для души, потому что это и есть та самая печать Антихриста, вернее, три последовательных этапа опечатывания людей. Для тех, кто это понимает, но боится материальных лишений всей земной жизни, боится гонений, ссылка для них, я пишу эти строки. Не поддавайтесь сомнениям, колебаниям, дорогие, не бойтесь лишений, гонений и мучений в этой кратковенной жизни ради жизни вечной, неизреченной, блаженной жизни в Царстве Небесном. Ведь великое множество праведников, священников, монахов и мирян решительно шли на мучения, в ссылки и в тюрьмы за веру истинную, Христову, и во все времена проливали свою кровь и лишались этой временной жизни ради того, только чтобы не выполнять требования жидомасонских врагов истинного христианства, чтобы не погубить свои души, спасти их от рабства дьявола и войти в Царство Небесное. Во все времена лилась мученческая кровь и в наше время, начиная с 1917 года вплоть до 60-х годов, умирали в советских канцлагерях и в ссылках миллионы православных русских людей. И не сломилась их вера в Господа нашего Иисуса Христа, и за это они сейчас наслаждаются духовно изреченной радостью в Царстве Небесном. Вместе со всеми святыми, восхваляя и прославляя своего Создателя, своего Спасителя Христа, ради которого претерпели страшные мучения. Помните, что Господь своих верных ему до конца чад не оставит, но да укрепит своей благодатью и даст силы легко претерпеть любые мучения. За сию великую милость его к нам, грешным, ему слава, честь и поклонение всегда ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Игумен Антоний 1 Фессалоникийцам 4.7 «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас катать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью». А под ним возрождением внешним, показным, зачастую скрывается последовательно циничное построение системы Антихристовой Церкви, интегрированной в богоборческую госсистему с одним общим закулисным руководителем. Многие до сих пор не возьмут в толк тот факт, что Антихристову Церковь, упомянутую в апокалипсе, враг будет возводить не рядом с каждым возрожденным православным храмом, но будет утверждать свою сатанинскую власть внутри православия, в рулоне Церкви с истиной. Для того-то и необходимо его перевоспитать в соответствующие духи, нынешнее духовенство и погасить источники благодати и изразить в священную литургию и сгадить в чезоту православной веры. Надо в собственной душе возводить храмы и в собственных семьях монастыри. А то, что официальная Церковь обо всем этом молчит, неудивительно. Что могут сказать о духовных проблемах чиновники и бюрократы? Чем тут могут помочь формальная организация, возглавляемая зачастую стребролюбцами, карьеристами и вероотступниками? Какая нужда им пилить сук, на которую они так комфортно устроились? Что им до благодати Божией, пока копеечка звенит? Вот почему неписанные уставы этой новой церкви, основы их новорусской веры, их шухан орухское толкование священного Писания и путей спасения давно не соответствуют святому православию. Не нужен им Спаситель, в их лицемерном вероучении вообще нет места живому Христу. Конечно, жить телеком и полностью духом и в духе, как заповедовал Христос, удел немногих отвергнувших красное миро сего, но обрести жизнь в сердце своем возможно любому христианину, ибо этого жаждет сам Спаситель. Только вряд ли даже не стыдившихся своей духовной ноготы. Когда же мы станем настоящими русскими верными сынами Божьими, как и предки наши воинами Христовыми, когда пойдем, поймем, что нательный крест это ответственность за всю вселенную, за каждую душу, что духовный масштаб христианина не имеет границ ни пространственных, ни временных, ни духовно познавательных, ни позвижнических, ни нет, спим, зачем же мы тогда вообще ходим в храмы Божии, кому, что, что мы выносим из них, как служим Богу, о чем молимся, в чем каемся, вообще где мы, и мы ли это отцы и братья, зачем мы, если духом не видим друг друга в Метвятской ожедовленной пустыне Российской Федерации, на которой осталась только уходящий тень былой Святой Руси, доколе люди русские, почта на жизнь такая, если она не Богу, не Матери Церкви, не близким во Христе, точно, други мои, воистину, только мертвые сраму не имут. Ответь себе каждый, какой выход видишь ты из нынешнего нашего вселенского позора, мои грехи не позволяют мне видеть далеко, потому на первое место ставлю ныне покаяние перед лицом Божиим. Стих Условно ли, что Бог определил, и зафиксировал навек Святое Слово, что изрекли пороки и напел Давид, все это свято, но не без условий, везде условия без устали сигналят, что обещания Божии непреклонны, но если мы предатели каналии, то Бог и кедр ливанский переломит. переломит. К земле обетованные добрались, и Бог условия в закон и ум влагает, перед вами склоняются вельможи короли, а далее чуть зримая ершица запятая. За запятушкой скрюченный овраг, в который враг спихнет непокоривых, не разбирая кто какой подряд из всех попов за бороду и гриву. Условие, что всем жестоковынам придется договор о мирской жизни сдать, акафисты не примет, не прокимны, Бог для воров восставит словно тать. Не, безусловно, и в завете новом, не благоволит Бог во всем распутном, что добрый изрек, согнет подкову, и списка вычернгит, и намерто забудет. Условия нам нужно чисто соблюдать, любить создателя, гарант всех обещаний, иначе вместе счастья прет беда, отнимет все, чем одарил вначале. Бог, безусловно, есть всегда любовь. Когда казнил пленое и в Содоме, к враждебным слову Бог нашлет врагов, снаряды мелкие, меткие, на них в пустой обойне. В обещанном нам, если многократно, условий нигде не нарушать, за запятую Бог условия не спрятал, все запятые прилепил к ушам. 2008 год, Игнатий Тихонович Лапкин Лапкин Продолжение следует...